Гомельский областный комитет природных ресурсов и оховы новокольного осяродя подрихтовал специальную памятку о применении технологии посадки древ. Ее выдание промерковано до проводимой в регионе акции по добропорадкованию населенных пунктов. С планами организаторов ознайомились наши корреспонденты. На выход период с прияльного для посадки древ и кустарников дал старт проведению на Гомельшине масштабной акции по озеленению населенных пунктов. Заплановано посадить 43 тысячи рослин, але на справе гэта личба можа оказаться большзначной. Подставы мерковать так дают выники в осенние кампании по озеленению, коли при плане у 40 тысяч посадили больше як 70 тысяч древ и кустарников. При этом у Гомеля перевагу отдают так званым высокомерам – древам зужо сформированной корневой системой. Если они в закрытой корневой, то, конечно, они проживаются лучше. То есть, вы видите, здесь закрытая корневая идет, мешковина, проволока обмотаны. Они достаются, выкапываются у нас, называется маниту с тюльпаном, и привозятся сюда на участок. И то есть они с корнем, с комом земли садятся в эту землю, в ямку. В принципе, проживаемость хорошая должна быть. У связи с тем, что недоохоп зеленых насаджений особливо значно отчувается у новых микрорайонах шмат поверховой жилой забудовы, акценты зроблены минавито на гэтых территориях. При этом областном комитете природных ресурсов и оховы новокольного асяродзя закликают принять удел у централизованной посадцы древ у всех жадающих. Задзиной просьбой не займаться гэтой справой самостойно. Месцы проведения таких акций обовязково узгадняются с усими затекавленными службами. Садзить древы нельга там, дзе прокладены инженерные коммуникации, цена землях, яке, згодна с генпланами, отведены пад за будову. А прочее того, областный комитет звертае увагу на недопущальность пошкоджения высадженных древ. Законодавство предугледживает у таких випадках вельми значные штрафы. За нарушение порядка содержания данных насаждений, их уничтожение, облом ветвей и так далее, предусмотрена довольно жесткая административная ответственность. До 50 базовых величин на физическое лицо. Кроме того, необходимо будет еще возместить как стоимость этого саженца и восстановить на этом месте, так и возместить еще вред, причиненный окружающей среде, который тоже довольно значительный.